Красота. Она притягивала, завораживала, волновала. Говорят, что стандарты красоты меняются от эпохи к эпохе. Говорят, идеальной красоты не бывает. Говорят, у каждого свои предпочтения. Так ли это? Пожалуй. Достаточно посмотреть на портреты из галерей красавиц, так любовно собираемых монархами разных стран, чтобы понять, идеала, видимо, не существует. Увы, некоторые красавицы до этого статуса, то ли по меркам современности, то ли на мой непритязательный вкус, не дотягивают. Впрочем, есть и те, чьим образом и сейчас, несмотря на разделяющие нас столетия, остается только восхищаться. Сегодня посмотрим и тех, и других. Виндзорские красавицы. Знаменитая коллекция картин, созданная английским художником сэром Питера Лелли в 1660-х годах. На картинах, придворные дамы короля Карла II. Дамы эти, при всех своих достоинствах, образец типичной английской красоты, бледнокожие, светловолосые, с миндалевидными глазами, в которых застыли одинаковые, в общем-то, эмоции, от презрительной холодности до легкого кокетства. Увы, индивидуализировать образы художнику особенно не удалось. Видимо, в это время существовал лишь один идеал красоты, на слегка длинноносых дев с характерными полукружьями бровей. Леле сложно осуждать, мода на определенную внешность была всегда. Но мода это ведь не красота, не так ли? Справедливо, что свою большую галерею красавица-императрица Екатерина II окрестила. Кабинетом мод и Граци. Полотна с изображением весьма идеализированных, пусть и симпатичных юных дев, начала скупать у итальянского художника Пьетро Ротари в 1760 году еще Елизавета Петровна. Неудивительно, что в результате собралось почти 400 портретов с милыми и свежими лицами девочек, очень похожих между собой. В отличие от холодных английской леди, Граци и Ротари обладают мягкостью черт и пленительной плавностью линий, а также какой-то трогательной сентиментальностью. Между тем, и красавец Леле из 17 века, и красавец Ротари из 18 века можно назвать лишь данью моде, диктующей определенные стандарты внешности. Только в 19 веке появилась галерея с портретами женщин удивительно красивых и удивительно непохожих друг на друга. Благодарить за это следует баварского короля Людвига, имевшего склонность восхищаться реальной женской красотой вне зависимости от происхождения и статуса ее носительниц, среди которых есть и представительницы высшей знати, и актрисы, и дочь мясника, и... И, безусловно, художника Йозефа Карла Штилера, который сумел перенести индивидуальную красоту каждой своей модели на полотно. Галерея красавиц Людвига I Баварского создавалась больше 20 лет, с 1827 по 1850 годы. За это время было создано 36 портретов. Стоит отметить, что критерии короля, применяемые к отбору женщин, чья внешность достойна того, чтобы ее запечатлеть, были достаточно строги. Он лично составлял списки, встречался с будущими моделями, слава о красоте которых доходило до него, подбирал им костюмы и украшения, следил за написанием портретов. И даже если все, казалось, прошло удачно, портрет мог быть не включен в коллекцию короля. Так случилось с актрисой Констанцией Йойдан, с нее были написаны два картины, и обе Людвигу решительно не понравились. Менялся мир, менялись и способы сохранения красоты, а одной из первых, кто стал собирать коллекцию фотографий красивых женщин стала австрийская императрица Елизавета, супруга Франца Иосифа I, создавая свой альбом «Красавец». Во второй половине XIX века она была не столь придирчива, как Людвиг Баварский. «Я собираю фотографии, чтобы составить альбом «Красавец», но я беру только женские портреты. Если ты сможешь найти красивые лица у Ангерера или у других фотографов, присылайте их мне из письма эрцгерцогу Луи Виктору, 21 мая 1862 год. В результате в коллекцию императрицы вошло около двух пятьсот снимков, отобранных по критерию симпатичности позирующей особы. На положение моделей в обществе Елизавета внимания тоже не обращала, знатные дамы, мечанки, актрисы, или просто анонимные женщины. Различий императрица не делала и по национальности, она много путешествовала, и часть фотографий была получена во время странствий. Альбом был создан позже портретов, но фотографии хранятся хуже, поэтому, увы, сложно оценить, сколь широко императрица воспринимала понятие красоты. Однако заметно, что с течением времени женская красота перешла от общего образа к многообразию конкретных лиц. Ставим лайк и подписываемся.